Что я думаю по этому поводу? Ладно, доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами по-прежнему Каспер, с вами по-прежнему Старладдер ТВ! Так, ух ты, у меня аж наушники слитили, какой я резкий! Играют команды Дигнитас и Инфьюзит. Пики, составы, следующие. Сейчас только, надо, наверное, вот так вот сделаю сейчас. Вот это сюда. И вот это сюда. Вот, так, кстати, попустило, слушайте. Я знаю, в чем была проблема. Ладно, команда Инфьюзит. Рижин, он сыграет на Скелетон Кинге. Артурия на Тинкере. Мэнбот Урсецкий. Голубой банан у нас на... Сразу же чекнули Рошана, да, на Винге. И Вагамама играет на Фурионе. Да, там просто пик такой, что вот создан Урса, Скелетон Кинг, Фурион. Созданный для того, чтобы убивать Рошана на левел 1. Ну, команда Дигнитас сразу же проверила. Кстати, и о них немножечко. Леон на Квапе, Сони Дарксир, Дрю Тайтхантер, КВМ на Чене и просто Де Интел. Де Интел будет у нас играть на Обсидиан Дестроере. Да, на тумбочке. Хорошо. Ну что, Урса у нас будет лесная или все-таки на линии? Хотя на линии, скорее всего, будет находиться Леорик. Да, более удобно будет именно ему. Тут, кстати, два стана. Хороших директ стана. Леорик, он, конечно, не настолько крут. Но, тем не менее, полезная тема. И будет тяжело. Команде Дигнитас. Изначально. Вот, все. Зачем вчера свалил с эпичной драки? Вообще, я вам так скажу. Мы не можем сейчас вдвоем комментировать игры. Потому что пульта нет. Пульт отдали танкистам, поинтбланкерам и ВЛЦшникам. Ну, в смысле, три пульта на четыре студии получается. Вот такая вот тема. Так что сейчас я буду с вами один работать. Назовем это так. Так, Леон в миде против Артурия. Как мы можем видеть, по крипам они вроде бы пока особо не отличаются. Три-два и один-два. Ну вот, Тинкер сейчас будет тут пытаться тащить. Что за пульт? Ну, пульт, я не знаю, как объяснить. Микшер, вот, точно. Так лучше скажу. Так, Дестройер стоит внизу. Причем Дестройера трогать никто не будет, так как Вагомама ему физически ничего противопоставить не может. А Сони на топе может стрять, разве что, если его подловят на Сёрджа, уже включенном. Закинуть в него там один, второй стан. Тогда его Урса сгрызет вот с одного оверпауэра. В противном случае, все будет хорошо там у Дарксира. И Тинкер, конечно, против Квапы тоже интересное противостояние. Мне больше всего интересно, как качается Квапа пока что один-один-один на третьем уровне. Ну, что будет максить дальше? Потому что видели мы Квапу и с даггерами макшенами, и с Scream of Pain тоже, которые максились. Так, кто-то мне тут звонит. Нет, я ничего не знаю. Не могу ответить. Опа! Станчик. Законтролил. Профит. Хейст. Побежал, побежал, побежал. Правильно, а что ему еще делать? Дестройер он ничего сделать не может. Да хоть побегаю. Вместе с пеньками. Отличный план. Так, Боттл прилетел Леону на мид. Так, ну, Вагамама тут на хосте ничем не рискует, а только Дрю еще немножечко подкоцал. О, и вот Артурия тут наполучал уже достаточно знатно, посмотрите, подходит. Да, и не стал вообще юзать Scream of Pain. Как это? Ну, видимо, просто решил не тратить ману. Ну, может быть, и не посчитал. А Ферст Блад забрали, посмотрите, на топе Дарк Сира, как я и говорил. А тут нас начинает на Вагамаму уже быковать. Сеточка хорошая. Чема и минус Вагамама. Не успели. Совсем чуть-чуть. Ну, то, о чем я и рассказывал, что Дарк Сира подловили на Сёрджа, вероятнее всего, и он умер. Ну вот, внизу сразу же последовала ответка от команды Дигнитас. И будут ли пытаться забрать вышку. С таким количеством крипов за один заход вряд ли, конечно, получится это сделать. Но вот есть Дестройер. Дестройер сейчас фласочкой подлечится маленько. Как маленько на фулл ХП. Ну, действительно, это такое. Вот Сони. Очень опасно тут ему стоять. Два стана, конечно, очень противные. Ботла уже нет у Квапы. До следующей руны нужно подождать еще совсем немножко. Это, наверное, появится буквально через 15 секунд. А тут в смоке побежал Дрю вместе с КВМом. Есть по-прежнему тролль. Есть сеточка. И можно поймать здесь Вагамаму. Причем очень хорошо можно поймать. Есть Гаш. Есть сетка. Начинает нарезать. У Дрю есть Эйнхор. Смэш. Вагамама. Нет. Скримов П не достает. Уходит Вагамама. Кажется, да. На ЛОУ ХП. И минус ли он в миде. Тут еще и КВМ может встрять. Нет. Артурия не стал преследовать. Артурия сам очень коцан. Из-за этого тролля забрал Рошан. Такой ЛОУ. Просто. Хорош. Рошан просто вышел и говорит. А что это вы тут бегаете? На. Отцовского такого леща КВМу. И не простил. Сони на топе может немножко расслабить булки. Хотя ненадолго. Артурия тоже не спит. Не дремлет. Кстати. Общаться можно на канале в Мирке Каспер. С тремя эр. Так. Тут пока спрятали. Пацана. Ну и дестройер. Кстати. Вот этих пеньков он может разбивать очень жестко своим аркан арбом. Засумоненные юниты. Там по идее с бонусом должно заезжать. Так. Рошана забирают у нас Урса и Скелетон Кинг. Хорошо. С первого раза не проперла такая тема. Но вот сейчас мы видим, что Скелетон Кинг уже левел 5. Сейчас еще Эншентов добил. Они вообще вдвоем могут фармить кого угодно. Это просто грязь. Леон. Без ботинка до сих пор. Ботинок может где-то в курице летает? Нет. В курице его нету. Тинкер в миде. Нормально. Кстати, Тинкер тоже, обратите внимание, как качается на левеле 6. У него схема не 3-3-0, а именно 2-2-2. То есть на вот этих кусах делает тоже хороший акцент топовые команды. Не просто на сингл-таргет, а именно в плане АОЕ. И урона действительно они наносят очень много. Опа. В смоке побежали сейчас Урса и Леорик. Кого они будут искать? Вот. Вот такой план у них. Сейчас они найдут здесь Тайтхантера. Тайтхантера нашли. Тайтхантер сначала не понял, куда вообще нужно бежать. Оверпавер. Минус пацан. И даже ТП от Фуриона не успело пройти. Погибает здесь Савух. Уй, убегает в КВМ. Потому что сейчас будут просто провалы. Сейчас могут просто вообще под Тауэр зайти. Да, есть пеньки. Пошли танковать пеньками. Стан залетает в КВМ. Оверпавер поехал. Раз, два, три. Нет, КВМ до сих пор живой. Дестроюр спрятал тем временем Фуриона. КВМ уходит по деревьям, мансует. Тайтхантер здесь. И, конечно, ничем пока не сможет помочь. Отлично, стопят. Нет, КВМ уходит. Уворачивается. Мэнбот вынужден ретироваться. Так же, как и Леорик. У Леорика уже левел 6. Нету маны пока на ульт. Нету вообще маны. Ни на что. И собьют ему сейчас Айгису ФМ... Ну, не Айгис. Там сейчас ульт. Нет, Айгис, да. Айгис падает. Сейчас Айгис. Потом будет нас алтимейт. Мэнбот пока что у нас просто горит. Но тут уже проблемы явно будут у Дрю. Потому что тут уже Тинкер. Тинкер зарядил. Спрятали. Сразу же поломал деревья. Как жестко поломал деревья. Сони. И не хватает чуть-чуть дэмэджа. 32 хп осталось у Тайтхантера. Отправляет его Чен на базу. Ну и... Вроде бы... Вроде бы неплохо тут Дигнитос отковырялись. Назовем так. По-другому и язык не повернется сказать. Просто отковырялись. Потому что били их очень плотно. Ну, там ТП на Таура. Какие-то стяжки с ломанными деревьями. И так далее. Там он тоже вносит свой вклад. Сони. Солринг. Два Аяншела. Это... Я даже не знаю. Покруче, наверное, будет, чем вот эти Покусаки. Если честно. Тут летит Владмирс уже есть. И Сидж Маск. Тапок к Тинкеру. Владмирс это у нас... Ну, Курсецкому, скорее всего. Конечно же. Да, вот он у нас, Мэн Бот. Так. Говорят, запиши Рошана в топ-10 четвертой неделе на первое место. Нет, он еще не сделал того, чего мог бы сделать. Ой, ну тут вообще так сейчас сладко формят этих Эншитов. Посмотрите. И Экспай им хорошо идет. Во-первых, тут сейчас Квапа левел 7 и Сони левел 7, которые в соло стояли. Урса скоро будет уже восьмая. Уже половина восьмого левела у нее есть. И левел, конечно, для Урса не очень сильно решает. Но, тем не менее. Один лишний удар на оверпауере. Клэп какой-то там халявный будет. Тоже будет очень неприятно. Там слоу все дела. Сони. Да, я понял, что человек про добивание говорил. Про то, что он КВМа вышел убивать. Но когда Рошанчик минус 2-3 хотя бы замутит. Там уже можно будет о чем-то толковать. Опять Леорик. Опять Урса. И опять вдвоем побежали. Леорик с ботинком. Возможно, ботинок был бы более полезен для Мэнбота. И Дрю снова здесь. Нет, маршрут немножечко свой. Изменили Рижен и Мэнбот. Сейчас найдут КВМа. КВМ. Урсу вперед. Урсу вперед. Это провал. Хотя нет. Уходит. Ай, как Рижен там помешал. Сам просто своему тиммейту КВМ покоманцует. Сони уже здесь. И как быстро сцарапал. Еще и Сони сейчас стрянет. Да ладно. Неужели нет? Это будет вакуум Сони. Сэрдж уходит. Квапа уже здесь. Скрим оф Пейн. Вагомама должен быть сейчас фрагнут. Но также фрагнут будет сейчас и Дарксир. Да, Дарксир умирает. Причем буквально на последних зарядах падает Дарксир. Скелетон Кинг у нас уже на Киллинг Спри. И урной добивает. И Леон. Леон в соло тут конечно ничего не сделает. Опа, Тайтхантер здесь. Левел 4 Тайтхантер. Здрасте. А маны нету у Леорика. Вот как бы ему сейчас не помешал Соул Ринг, если бы вы это только знали. Сейчас вот Леорик действительно с Соул Рингом просто тут творил чудеса. Сейчас догоняет. Есть Стан. Стан есть. Есть ракеты. Есть лазер. Есть Фурион. Минус Тайтхантер. Тайтхантер левел 4 и 5, мне кажется, так и не поднимет никогда в этой жизни. Дестройер. ПТ, мантий интеллекта и 1100 голды. Не так уж и много. Кстати, Дестройеру тоже неплохо идет один из вот этих новых артефактов. Род оф... Что-то там. Сейчас скажу. Вот. Да, род оф Атос. За 3100. 25 интеллекта. 250 хп. Прошу прощения. Ну, сам по себе, Дестройер вроде бы и жирноватый по броне. Но хп у него не особо много. Такой артефакт будет очень полезен. Вот что вообще творит этот Деинтел? Посмотрите. Хотя, видимо, понимал, что у Леорика нету... Ооо, как Фреон-то заехал с ульта! И домой отправляют сейчас Дестройера. Дестройер уходит! Нет! Убивают в последний момент Дестройера. Квапа, Соник Вейв только по одной урсе. И, кажется, тут проблемы сейчас будут у команды Дигнитас. Тем не менее, отступают. Отступают инфьюзды, уходят. У нас Тинкер уходит. Все оставляют здесь Вагамаму. Вагамамы 15 стаков, но они его тоже никак не спасут. Вагамамы такой трусцой. Папара-папа-пам! Убежал почти. Так, Леорик понял, что ловить здесь нечего и ушел. Так, фейзы у Урсы. Хорошо. На топе фармит Винга. Тоже вам так. В Соне тем временем Soul Ring, Ring of Hells. И Дестройер купил себе Виталити Бустер. Возможно, и будет собирать именно тот артефакт, про который я говорил. Хотя, я не уверен. Квм не очень хорошо фармит по ходу этой встречи. Две веточки. Ну, ворды, видимо, там с Н3. Вот сейчас только купил себе Хедреску. И до Мекки еще очень-очень далеко. Нужно провести хотя бы одну-две успешные драки. Тогда только появятся ресурсы. Так, ну и день наступил у нас. Тринадцатая минута пошла. Счет 3-9. Посмотрим пока, что у нас по финансам. По финансам инфьюзит лидирует на 2000. Ну, в общем, зачет это 13700 на 16,5. Вроде бы не так сильно бросаются эти цифры в глаза. Но, тем не менее, по артефактам... По артефактам... Ну, Урса Владимир. Владмир. Наверное, будет более правильно. Трвела у Тинкера. ПТ-урна у Скелетон Кинга. Конечно, будет очень неприятно воевать против Урсы и СК одновременно. Учитывая то, что это новый Сент Кинг, хотел сказать, Скелетон Кинг. Ну, как новый. Он уже достаточно старый. Просто ульт у него такой интересный. С 60-секундным кулдауном. То есть, подрались. Леорика раз убили. Побегали, помансовали. Ну, то есть, он воскрес. Побегали, помансовали. Его опять нужно два раза убивать. Ну, вот Стан заезжает. И Соня сейчас тут будет умирать. Стяжка. Серч, но не ушел. Печаль да дигнитос. Слушайте, а ведь так, действительно, Сил-Джи могут выйти в лидеры. Ну, лидеры, я не хочу сказать лидеры. В общем, за счете Старладдер. А в лидере среди конкурсантов в битве за третье... За четвертое, точнее, место. За четвертую позицию. Потому что топ-4 едут на лан-финалы к нам сюда, в Киев. И сейчас там Сил-Джи, ЕГЭ, Дигнитосы вроде бы. И вот кто-то еще был. Сейчас посмотрю. Если будет возможность, если быстренько обновиться. Да, Дигнитосы, Сил-Джи... Нет, Квантики нет. Хотя, может, и да. Ну, госу, Квантики, такое. Если там еще непонятно, как все будет происходить. Так. Мэнбот. Понял. Что тут дракончиков хватает. Можно заформить нормально капусты. И тут с ПТ-шечкой пока Клопа. Но Клопа тоже так очень бедно пока выглядит. Тинкер. Привлаз All Ring. Хопа, все, Клопа. Минус полстолба. Еще летят нас сейчас... По кусаки. Я не знаю, надо их как-то по-другому назвать. Но мне нравится это название. Или Растерзаки, помню, кто-то называл. Ну, нет, Растерзаки, это слишком пафосно. Фурион, кстати, 2-100 у него. Урса, я слышу, где-то кричит. Опа. Нашли тут две иллюзии Фуриона. Тинкер приговаривает крипов. Просто одного с другим. Тем не менее, фуры у него просто их тыри. Да, бьют опять Рошана. Просто по кулдауну убивают Рошана сейчас Урса или Орик. Опять Рошан has fallen to the dire. В этот раз забирает Aegis of Immortal Урса. Сразу же идут фармить Эншентов. Вот Рижен и Мэнбот просто как... Мы с Тамарой ходим парой, называется. Бегают вдвоем себе. Стан Леорик дает. Портается Фурион. Кидает деревья. Ну, а Урса все это время, по сути, что делать? Ну, там несколько раз ударить квест. И все. И жертва обычно падает. После нескольких ударов от Урса. Еще там пару плюшек Леорик вешает. Ну, и опять же, от фуры. КВМ. КВМ. О, уже на Баклер нафармил. И 700 голды. До Миказма. Лелик и Болик. Ну, я бы сказал Биба и Боба, но... Боюсь, что это будет слишком оскорбительно в их адрес. И БКБ будет Леорик, вероятно, всего собирать. Надо огоним вообще Леорику. Чтоб третий был у него. Этот... Крест. Так, Смоук. Опять Смоук, только теперь еще решили Вингу с собой прихватить. И поняли, что одного стана будет маловато. Решили пойти пообузить в два директ стана. С Фурионом, я думаю, тоже куда же без него. Нет, собирает все-таки тот артефакт у нас себе. Дестройер. Тот, про который я говорил. Два астовов Визарди и Виталити Бустера. Сейчас будут просто в спину обходить и убивать. А ведь они это могут. Очень жирные. Тут 1100. Там Дарксир, кстати, сделал фраг. Ульт Фура отлично проехался. Начинает нарезать Вагамаму, Вагамама, деревья. А тут уже сзади забегает Блю Банана вместе с тиммейтами. Мини Бот, иди сюда с Даггером. Врывается. Хороший реведж. Там висит Айн Шелл на Тайт Хантере. Тайт Хантер отъехал. Урса начинает грызть. Здесь КВМа получает нож. Свап. Блю Банана уходит. Айн Шелл. Там еще один стан в Соне. Крит. Еще удар от Фуриона. Нет. Урсе все-таки достается этот килл. И Урса что? Идет дальше атаковать? Да. Посмотрите. Урса идет быковать дальше. Видит. Ааа. Дичь. Дичь в виде совуха. Там уже догнали Фуриона. А тем временем Урса с Даггера. Клэп. Раз. Два. Три. Ну должен умирать Леон. Нет. Леон подхиливается. Уходит. С ТП. Точнее с Блинка. И мигает сейчас на Чена. Чен где-то здесь нету маны у Тинкера. И КВМ тоже уходит. Как размансовал здесь КВМ четко. Очень четко размансовали. Так. Ну Дестройер тут пока вроде спрятал. И Урса с Блинкаута уходит. Но недалеко. Мне кажется сейчас Урса здесь должна уйти. Это будет минус Леорик. За Урса кстати был смысл погнаться Леону. Он решил этого не делать. Так. Тинкер со Staff of Wizardry. Видимо будет какой-то 4 Staff. Магомама пока отпушивает низ. Который по сути не особо-то и был запушен. Да. 6.13. Что теперь по деньгам? Как у нас изменилась ситуация? Ну. Опять же. CLG. Ой точнее CLG. Infused. Infused. Продолжает уверенно. Уверенно. Наращивать. Наращивать. Эту разницу. Я даже не знаю что буду делать. Да. Вот это. Палка Атоса. Портос. Еще будет там. Не знаю. Ботинок Портоса. И там шляпа Арамиса. Все. Полный комплект. Вот Тинкер кстати здесь. Уже вряд ли уйдет. Вот. Попадает наконец. Но там лазер было вообще неприятно. Так. Леорик. Огр. Акс у него и есть. Курица пустая. Урса тоже должна себе собирать БКБ. Скорее всего. Ну. Потому что будет очень неприятно. Если она будет влетать. И ловить в табло стан какой-то. Ой-ой-ой. Вот это. Лайк и бас просто. На скилле. Да. Кстати. Во время игры пишите в Мирку. Я буду читать комменты из Мирки. Вот. Я прям сейчас сижу. У меня все написано. И Квапа успевает уйти. Квапа там просто не выживала. Я вам так скажу. Вот так урсы 100 урона. Плюс еще ульт включит. Там. В 6%. Потом сколько получается. Ну еще полкиничек будет. Так. И обсидиан-дестройер. Нужно ему больше интеллекта. Потому что герои тут достаточно тупые. Скажем так. И раздавать он должен с ульта своего очень сильно. По задумке. Если он хотя бы один раз еще успеет кинуть астрал на кого-нибудь. Он еще плюс 8 своих получит. Честно. Заработанных. То можно неплохо повоевать. Опа. Стяжечка. Как Дестер ультанул. Вот это да. Вот то про что и говорил. Реведж. Ульт от дестройера. Тем не менее. Дестройер погибает. Погнался. Непонятно куда. Пока что размен один в один. Там. Байбеки вообще были? Вроде бы нет. Там просто Леорик отспаунился. И. Урса. Урса. Лух и Пеш. Наверное. Урсы. Есть еще. Аегис. Вот только-только сбили. Аегис. Уф и Мортал. Скелетон Кинг добивает опять КВМ. Аурной. Появляется Мэнбот. И. Мэнбот ловит опять нож в спину. Деревья очень хорошие. Неужели смогут убить Урсу здесь? Будет очень отличный маневр. Да. Опять стяжечка хорошая. Леорик. Ну. ХП уходит. Держится. Держится за пузико. И. Тем не менее. Скрывается. Из. Поля зрения команды Дигнитас. Ну. Вот. Смотрите. Тут просто Леон. Чересчур был самонадеян. И. Погибает. Да. Так. Пишут. Нави против Дигнитас. Инфа сегодня точная. Кипер. Ну. КВМ писал. Что они будут играть. Ну. Вот. Значит. Все. Хватит на меня наезжать. Спрашивают. Когда следующая часть мемуаров? Ну. Не то что мемуары. Просто такие. Типа. Небольшие истории. С такими небольшими эпизодами. Типа. Будет. Выходить. Я там буду писать. Может по страничке. По две. Формата А4. Надеюсь. Ближайшие. Там. Послезавтра. Например. Сделаю. Так. Леорик. Дабы КВ Леорику еще ждать. И ждать. Кажется. Дабл деградейшн. Или что это? Вот только что сказал. Опа. Вагомама царский. Просто. ТП. Ну. Ничего. Он-то сейчас все деревья сможет поломать. Да. Это минус. Дестройер скорее всего. Стан. И просто разобрались. Леон. Где? Ну. Не было. Не было. Сони Квейва. Но Тинкер там так. Жестко-то. Тинкер этими покусаками-то. Нормально нагревает. Вот сейчас. Хотя нет. КВМ не так уж сильно-то и проседает. КВМ еще залетает. Стан. Лазер. Минус КВМ. Два в два размениваются. Сони не знает за кем погнаться. Ну вот же этот голубой банан убегает от вас. Решили все-таки убить Леорика. А у Леорика еще 20 секунд до ульты. Если успеют его убить быстрее. А ведь должны успеть. И именно так Леорик погибает. Отлично все сделали сейчас парни из команды Дигнитос. 13-18. 5 фрагов разницы. Это не слишком много. Я бы даже сказал это очень немного. И смотрим что по деньгам. Немножечко получилось. Немножечко. Вот сейчас Дигнитос начинает разруливать. Леон вообще потерял практически весь запас здоровья. И собирает себя гоним. Хорошее решение. Если пройдет вот эта жесткая связочка. Друзья. Если будет отличный вакуум. Под который залетит Тайтхантер. И Квапа. Это будет победа. Я забыл про вот этого еще пацана. Вот этот пацан. Который сейчас машет крылышками так неуклюже. Сидя на тумбочке. Это будет нож. Друзья. Вот у него сейчас уже 111 интеллекта кажется. Да. 111 интеллекта. Это он учитывая то что еще никого не скушал. Скушает кого-нибудь. Будет еще немножечко больше урона добавиться. Ну а так опять же. Тут Леорик чайник. Винга тоже не очень умная. Тут понятное дело. Ну вот Фурион может просто без маны останется. Тинкер. И подавно останется без маны. Но то что Винга, Урса и Скелетон Кинг будут проседать очень хорошо. Это факт. И от плюшек Дестройера тоже будут проседать не меньше. Главная задача команды. Инфьюза сейчас будет убить Дестройера. Если у них это получится в драке сделать максимально быстро. Ой. Инвиз забирает. Забирает Инвиз Леорик. Сразу же ставится здесь Сентри Вард. И разбивает. Хотя не знаю насколько это было правильно сделано. Запилить нож. Не знаю. Спрашивают подданные каких стран это играют. Это играют шведы из Инфьюзит и Румыны. Из команды Дигнитас. Кого-нибудь Румын? Вроде бы да. Ух там в Твиттере 61 пост. Я в перерыве обязательно все почитаю. Посмотрю что там с людьми хоть добавляется или нет. Да. Еще 350 нужно. До 2000. Надо разогнаться. Стан залетает сейчас в Дестройера. Деэстер успел себя спрятать. Успеет ли подтянуться команда? Есть. Тут хорошо как врывается. Это минус 3. Вот это да. Какой там Леорик. Что это такое? Это просто такой terrible, terrible damage. 25 минут. Надо записать. Где мой блокнотик? Где мой блокнотик? Дайте мне мой блокнотик. Это нож, друзья. Так, сколько я там говорил? 24. Ну, да. 24.00, например, напишу. Дигнитос против инфузит. Да, забирают Рошана. Комбо удалось. Как бы это нам в Гарри Поттере. Шалость удалась. И все. И все. Так, Квапа с Сыром. И третьего Рошана. Самого важного Рошана. Забирают Дигнитос за счет вот этой драки. Это даже дракой нельзя назвать. То есть, это просто... Такое шпильюили. Устроили. И Аганим сейчас у Дарксира есть. И 1300 еще есть на руках. Слушайте. Дигнитос, Дигнитос начинают меня пугать. Как там? Дестройер, когда ты в троих ультуешь. Малыш, ты меня волнуешь. Что-то из этого разряда. Да, по БКБ собрать и вынести их. Да, это хорошее решение. БКБ это очень хорошее. Тут Винга даже с БКБ уже. Урса до сих пор нету. Но Урс осталось недолго, я думаю. Так, Леорик. Где твой БКБ? Леорик уже минут 15. Ну, не 15, ладно. 10 минут собирает себе БКБ. Купи. Хорош. Есть, Митрилхаммер. Отлично. Вагомама почти с Хиксом. Сейчас появятся ключевые айтемы еще инфьюзидов. И вот тогда будет очень занятненько, кто же все-таки затащит. Ой, Тинкер попал в баскетбольную сетку просто. Минус Тинкер. Понятно, чем там не простил в действительности. Что, Дигнетасы будут идти танковать? Ну, не будем забывать про то, что у команды Регентов есть Цирр, есть Аэгис. В первую очередь у Дестроера. То есть он может тупо, в наглую поймать в себя половину урона. Ну, как половину, даже просто танкануть жестко, чтобы его там изничтожили в щи. Появиться и убить всех. Ну, либо же сделать все как обычно. И если умрет, просто рестнется и всех подобивать. То есть вариантов несколько. Планируются ли еще эфиры со Смайлом или кем-то еще? Конечно, планируются. Это ведь не от меня зависит. Если Смайлуха ответил бы мне, то, может быть, с ним и покоментили. Так, минус вышка здесь пока тем временем. Минус Т-3, Т-3 в миде. И начинают грызть бараки. Так, прячу Дестра. Дестер, кажется, сейчас собрался умирать. Нет, пока еще никто не умирает. Ой, как разводит там сейчас Тайтхантер. Правильно все делать. Должна быть стяжка Дарксира. Есть Рэвэйф, есть Соник Вейф. И есть ульта Дестройера. Снова получается все это провернуть. Появляется там сейчас у нас Дестройер. Сразу же себя прячет. Леорик уже здесь готов нарезать. Есть Анхор Смэш. Леорик с ультом. Главное быстро-быстро убить и сваливать куда-то. Дестер в соло просто нарезает одного за другим. Уже трипл килла Дестройера. Прячет Леорика. Тут же у нас Квапа. Должен быть сейчас нож в спину этому Леорику. Анхор Смэш. Леорик делает Эпо. Кот, неужели успеет? И не успевает уйти. На последнем просто моменте. Что эти Дигни-то столько что сделали. Это просто потрясающе. Я просто в восторге. У меня просто встал вот, грубо говоря. Это было действительно эпик. Мидл Берекс, хорошо. Куда? Куда вы? А, там Т1 вообще вышки стоят на флангах. Ёшкин кот. Вот это прикол. Т1-то ура. Вот вообще не в тему здесь, если честно. Их нужно срочно идти убивать. Конечно, Тинкер дал о себе знать. Хотя и фура тут тоже присутствует. Тинкер, фурион. Очень жесткая стратегия. Потому что пуш по флангам очень серьезный. Да, вот Барнет говорит, что у Винги больше фарма, чем у Скелетон Кинга. И 6900. Ну, 7700. Грубо говоря, так и есть. Я бы на трон пошел сейчас. Возможно, и стоило так сделать. Просто слишком коцаные были Дигнитасы и решили не рисковать. Решили сыграть более сейфово. Так, Урса почти с БКБ. Леорик. Почти, почти пытается насобирать себе. Я не знаю, Леорик действительно очень-очень-очень долго собирает этот артефакт. Ой, еще и Тинкера нашли. Соник Вейв немного неудачный. Уходит Артурия. Вот, засветили, но успевает сделать ТП-аут. Так, смотрим, что у нас здесь. Тут вроде все в порядке у всех. Минус Т2 Тауэр. Понимаю, Дигнитаса, что нужно додавить. Нужно додавить. Леорик без БКБ. Вот, нужно пользоваться этим моментом, пока Леорик просто не стал и не начал нарезать БКБ в соло одного-двоих. Так, есть Аркамбуцы. 1200 голды. Тайдхантеру по-хорошему нужен Даггер. Вот сейчас, мне кажется, нужно стратегию немножечко по-другому устроить, чтобы Тайдхантер влетал первый. Сразу же после него врывался Дараксир и Дестроер. Вот, поймать на вот этом эффекте неожиданности, назовем это так. Если все получится хорошо, классно, то это будет действительно true и epic. Причем драку, вот я не знаю, я записал один момент, можно практически каждую драку записывать от команды Дигнитас. Так, вопа тоже собирает Хекс. Если что, она просто разберет Персеверенс и купит себе Ultimate Orb. Будет бегать с Гвинсой. Тут они не Гвинса, а Size of Vice называется. Кажется. Так. Все, готово. Немножечко меня отвлекли. Так, ульт-фуры заехал. Минус 3-1 Тауэр на топе. Дигнитасы потихонечку поджимают. Поджимают. Но наличие Фуриона и Тинкера... Ну вот, видите, Тинкер сейчас идет пушит мид. Фурион вместе с Мэнбот идет по нижней линии. Вышка тут сейчас тоже отъедет. Нужно быть очень осторожными. Нужно, чтобы у всех было... Нужно, чтобы у всех был ТП. Сейчас смотрим. БКБ есть. БКБ есть. Тинкер без БКБ. Тут осталось 70 голды до БКБ. Так, Вышку тут убили. Да, Вышку убили. Все, у Лерика есть тоже БКБ. У всех есть БКБ. 5 БКБ тут только на фейле команды Инфьюзит. Можно что-либо построить. Так, заходят на хайграунд. Но Тинкер тут не прощается своими машинами. Покусаками. Просто так не зайдут. Нужно врываться. Нужен даггер Тайтхантеру. Очень нужен. Тут мало того, что НИС уже пушится очень серьезно. И в любой момент может прилететь туда там Фурион. И еще так знатенько поддавить его. Да, решили Дигнитос отступить. Как все плохо-то для них. Ой, еще и Некра собирает Чен. Вообще в порядке. Красава Валан. Еще и Тинкера могут подловить сейчас. И Тинкера ведь поймают. Тинкер, форстав. Демодж амплифай. Ай, сеточка минус Тинкер. Тинкер, отлично. Есть ли у Тинкера байбэк? У Тинкера... Да, 2 300. У Тинкера на байбэк есть. Но... Но... Если он его сейчас сделает, у него в самый нужный момент может быть просто кулдаун. То, что денег у него не будет, я практически не переживаю. Тинкер такой фармящий герой. Тем более хороший Тинкер. Всегда на байбэк есть. Но вот может быть кулдаун. И сейчас вряд ли он будет выкупать себя из таверны. Кто-то сказал, что инфьюзит нету мида. Это большое преимущество для Дигнитас. Но не то, чтобы это слишком уж большое преимущество. Мид самая вообще короткая линия, по которой больше всего перемещается. И дефить ее проще всего. Вот если бы не было какой-то фланговой стороны, то там, конечно, было бы немножко по-другому. Так, Дестройер. Что у Дестройера? У Дестройера Шивас Гвард. У Дестройера в общей сумме, посмотрите там сколько интеллекта. Там практически 170 интеллекта. Урса 39. Ладно, даже если 40, это 130. Разницы. Это 1300 демеджа. Просто 1300 демеджа. Так, Сони. Врывается на Леорика. Леорик под угрозой уничтожения. Сеточка. Минус Леорик. Как же быстро убивает. Реведж хорошая Тайтхантера. Просто не дал подойти Урси. Урса под БКБ. Леорик под БКБ. Все с БКБ. Просто бегают у команды инфьюзит. Пайника в рядах. Дигнитас под хил. Хорошо. Минус Урса. Просто Дестройер убивает. Нет еще одного Соник Вейв. Вот закончилась ваша БКБ. И что? Вагамама. Домой уезжает. Минус 4 от Дигнитас. Это ГГ, друзья. Я теперь не побоюсь этого слова. Сейчас убить вторую линию. А следом за ней и третью. Я думаю, труда особо не составит. Для команды Дигнитаса. Да ладно. Уйдут что ли? Уходят. Тинкер, Фурион и все. И разбегаются что ли? Да, действительно. Все Коцаны решили не давить дальше. Да лол. Не, ну понятно, что тут ребята могли шороху навести. Сомневаюсь, чтобы они были в состоянии убить пятерых. Даже типа Коцанов, которых там по 400 хп. Не очень понятно. А, Рошана пошли. Все хорошо. Минус Рошан. Опять Сыр. Опять Аегис. Тоже хорошо все сделали. Забираю свои слова назад. То, что не пошли там линии убивать. Сейчас очень четко по таймингу появляется Рош. Драка наверху была чрезвычайно выгодна команде Дигнитас. И они сейчас опять с Аегисом и Сыром будут творить чудеса. Так. Ну вот тут был классный момент с тем, что они просто перетерпели БКБ. Они сумели выжить вот в той нереально сложной ситуации. Тут понятно. Тинкер умирает. Queen of Pain. Wicked Sick. 30 на 19. Счет 10-2 у Леона. 7-5 у товарища Дестройера. Но это не так принципиально. Посмотрите вот сюда. Вот это называется Дота, друзья. Вот это уровень. Так, что там у Дестройера? Дестройеру сюда еще Хигса не хватает, который он как раз сейчас и намерен собрать. Будет 200 интеллекта. Будет полторы штуки дэмэджа. По АОЕ. Нереально дикому. И с руки вот тут по плюс 220. Ну, плюс 250, грубо говоря. Тут 238, там 240. Главное сейчас нигде не отдаться Дигнитосам. В смоке поджидают. Непонятно, кстати, кого поджидают. Втроем причем. Могут ведь и втерпеть. Так, а Дигнитосы пятером просто идут в смоке по топу. Ай да жуки! Ну, на байбеке вроде бы у всех есть. Тут 2300, тут 2200. Да, у всех есть байбеки. Понятное дело, за исключением Чена. Но Чен это такое. Вагамаму нашли! Прощай, мой друг. Минус Вагамаму. У Вагамамы нету байбека. У Вагамамы нету байбека. И это просто провал, друзья. Сейчас в меньшинстве будут вынуждены защищаться. В течение минуты. Тинкер, конечно, сейчас своих этих роботов накидает нереальное количество. Но, мне кажется, если сейчас Дигнитосы просто в наглую, в тупую зайдут, то их уже ничто не остановит. Да, заходит Тайтхантер здесь. Ой, и сразу же прячет Вингу. Тинкер, ракетки. Тайтхантер заходит. Реведж не тратит. Там 3 БКБ просто. Ой, как быстро умер там товарищ Дестройер. Сейчас должен быть срочно, срочно. Ульт минус. Тем временем еще Винга есть. Шива с Гвард уходит. Артурия домой. И также минус режим, друзья. Вот все. ГГ пишет Вагомама. Поздравляем Дигнитосов. Огромное спасибо от меня лично. От почти 9000 зрителей, которые сейчас наблюдали за этим невероятным деянием. Просто потрясающе. Просто невероятно. Я восхищен такой игрой. Да, Дигнитосы завершают эту встречу и сейчас будут играть против Нави. Так, пу-пу-пу-пум. Ну тут уже просто под фонтаном карают. Вы видели, да, что сделал Дестройер только что? Ой, еще и спрятал себя. Еще и домой его отправляют. Вообще, кстати, имба. Прячешь себя, тебя кидают телепорт в Астрал и ты на базе. Вообще шикарно. Причем в любом случае. Так, расскажи после игры, как писать в Твиттер. Заходишь в Твиттер и мне пишешь. 77 постов. Я думаю, сейчас будет уйма просто постов. Типа, так, я не знаю, нужен ли принтскрин. Не видел, был ли Миза, например. Ладно, сейчас я пока сделаю небольшую пятиминуточку, друзья. Надо отдохнуть от этого всего и сразу же быстро ворвусь. Никуда не пропадайте. Послушаем пока музыку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!